Дорогие друзья, сегодня во Дворце Независимости очень торжественный день. Мы вручаем награды настоящим женщинам и, конечно же, настоящим мужчинам. Это уже стало традицией. И я искренне горд за каждого из вас, потому что понимаю, каким огромным трудом достигаются успехи в любой сфере, будь то производство, медицина, образование, искусство или спорт. Большинство из награждаемых, по традиции представительницы, прекрасной половины человечества. На хрупких, порой не очень хрупких плечах, помимо работы, лежат заботы о семье и детях. При этом вы еще успеваете учить, лечить, растить хлеб, заниматься высоким искусством, воспитывать чемпионов, которые прославляют Беларусь, ну и посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не скривили линию. Женщина из паков веков у любого народа, в любой культуре была в центре мироздания. Поэтому в нашей стране такое трепетное отношение к мамам, женам, сестрам, дочерям, а также к семье и детям, ну и просто к любимым. И это одна из основ, я бы даже сказал, фундаментальная опора нашего общества. И этот фундамент мы забетонировали в новой конституции нашей страны. Мы отстаивали и будем отстаивать свои традиции, как это сделали, приняв конституцию. Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство. И эта миссия без мужчин абсолютно невозможна во всех смыслах. Звучит сейчас особенно и очень актуально. Вам, мужики, говорю просто. Нет более почетной профессии, чем защищать отецство, служить стране и своему народу. Вручая генеральские погоны и заслуженные награды, хочу еще раз поблагодарить вас, а в вашем лице всю нашу армию и силовые структуры за службу нашей Родины. Дорогие друзья, я от всей души хочу всех вас поздравить с заслуженными наградами и званием. Спасибо за все, что вы делаете для страны и народа. Пусть всегда будет лад в семьях, порядок на работе, спокойствие в душе. Пусть вас радуют дети, долго-долго живут родители, и во всем сопутствует удача и успех. Нам вот этот предстоящий хороший, добрый, весенний праздник сейчас очень нужен в эти напряженные времена. Поэтому желаю всем, особенно нашей героической половине общества с хрупкими плечами, здоровья, мира и добра. Позвольте мне выполнить свою конституционную обязанность и вручить вам заслуженные награды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте поблагодарить вас от себя лично и от всех многодетных матерей за столь высокую награду. Находиться здесь сегодня – очень большая честь для нас. Крепкая семья – это сильное государство. В стране, где любят и уважают матерей, есть будущее. Как мы воспитаем наших детей сегодня, такое будущее ждет нас завтра. Поэтому мы стремимся занимать активную жизненную позицию, направленную на воспитание в наших детях самых лучших человеческих качеств – патриотизма, трудолюбия, уважения. Наша страна, как ни одна другая, заботится о гармоничном развитии материнства и детства, оказывает помощь, всестороннюю помощь многодетным семьям. Мы убеждены, что любящее, верное материнское сердце и крепкое отцовское плечо – это опора в любых жизненных испытаниях. Мы любим Беларусь, гордимся ею и рады, что живем, растим детей, работаем в этой мирной и спокойной стране. Пусть так будет всегда. Спасибо. Аплодисменты 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 Товарищ главнокомандующий, для нас всех большая честь здесь присутствовать в этом зале, на данной церемонии. И от лица представителей силовых структур хочется сказать, что мы свою профессию выбрали по зову сердца, продолжая тем самым славные боевые традиции наших предков-победителей. И наша армия обеспечивает надежную безопасность нашей страны, территориальную целостность и независимость. Также хочу добавить, делается это все для того, чтобы граждане Республики Беларусь, наши матери и дети жили под мирным небом над головой и имели большое светлое будущее. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты Уважаемые друзья, времена непростые. Вы видите, со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить, мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие там каналы, письма, которые вам присылают, прочитали и забыли. Вы должны знать, что самое ценное для меня, как президента, это вы и ваши дети. Я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране и под мирным светлым небом. Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну на Украину специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с вами разберутся быстро. Мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика. А стратегия у них разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020 года, а вдруг устоят, выстоят и так далее. Мы разгадали их замыслы, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации. Но фейков вокруг нашей страны, вранья будет еще предостаточно. Еще раз повторяю, мы знаем, чего они хотят. Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться. Ну, куда денешься? Праздничное настроение, тем не менее, приходится говорить об этом, чтобы вы твердо понимали, в каком направлении мы движемся. Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные и хотели бы, чтобы вокруг нас был мир. Но видите, им не нравится это. Делайте свое дело. Занимайтесь своим делом. Рожайте детей, кто еще хочет родить. Растите детей. Мы всячески будем вам в этом помогать, в нашей мирной и независимой Беларуси. Беларуси.